Я приветствую вас на телеканале РТФУД. Меня зовут Елена Миненкова. В эфире программа «Страна и люди». В мире набирает обороты биолихорадка. Ежегодно рынок экологически чистой продукции прирастает примерно на 20%. В Европе лидером по производству и потреблению таких товаров является Германия. Причем здесь речь идет не только о биопродуктах питания, но также о биоодежде, игрушках, обуви, стройматериалах, косметике и даже наполнителях для кошачьего туалета. Что же стоит за модным значком «био» и стоит ли ему безоговорочно доверять? Об этом мы будем разговаривать в нашей студии. У нас сегодня в гостях Лара Кэмпбелл, сторонник экологичного образа жизни, руководитель агентства «Эртис Энджел Пиар» и Ольга Шенкерман, владелица кулинарной школы «Про Кукинг» и организатор «Груме Туров Берлин». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала разберемся с терминологией. Вот био, органик, эко – это все одно и то же или есть какие-то различия? Мне кажется, это есть различия в зависимости от страны, в которой это употребляется. На мой взгляд, в Америке говорят «органик», и в Англии, в Германии принято слово «био». Насчет эко я не уверена. Эко, мне кажется, больше употребляется в России. Я слышала там такие, по крайней мере, читая блоги и информацию, то эко-мех, например, или эко-продукты. В общем и целом я согласна, что это зависит от региона. Может быть, даже сертификации. То есть, по сути, одно и то же, просто в разных странах. Терминология. Хорошо, но что же стоит за этими эко-продуктами? Что это за вещи? Каким критериям они должны соответствовать, чтобы иметь право называться эко, био или органик? По сути, да, сертификации есть разные. Есть европейская сертификация, это такой листик, который стоит над всем. Есть уже какая-то внутренняя сертификация. Я никогда не залазила в эти дебри, потому что мне, честно говоря, как потребителю, это не столь важно, и я на это повлиять никак не могу. По сути, то, что мы сегодня называем био, это, как бы, я считаю, что мы живем в таком перевернутом мире, когда то, что некогда было естественным и нормальным, вдруг стало нечто таким элитным, не для всех и под специальным значком. То есть, я воспринимаю био как натуральные фермерские продукты. То есть, это продукты, которые выращены дедовскими способами на ферме, при помощи ручной работы с минимальным использованием химии. То, что когда-то было нормально. Я родилась в Одессе и жила за углом от привоза известного всем рынка. И мне кажется, там тогда были эти продукты, и это не было, об этом не говорили, как о био. Сейчас мы живем в таком мире, когда это стало чем-то из ряда вон выходящим, и людям нужно доказывать, почему такие продукты нужно есть. А их действительно нужно есть, такие продукты? Ну, я считаю, что да. Почему? Есть какие-то исследования, которые подтверждают, например, взаимосвязь между биопродуктами и продолжительностью жизни, здоровьем? Ну, прям исследования я называть не буду. И, конечно, наше здоровье – это такая тема, которую очень сложно измерить. Сложно сказать на 100%, что вот если ты будешь это есть, ты проживешь до 100 лет. И всегда найдутся люди, которые скажут, что вот мой дедушка, он там, я не знаю, курил, ел все, что попало, и прожил до 100 лет, и все это значит ваше био, это все фигня. Но у каждого человека есть свой какой-то запас здоровья, который мы можем испытывать до какого-то определенного момента. И какой-то условный дедушка – он не пример, потому что у меня может быть совсем другой запас, чем у него. И живем мы совсем в другое время, с другой экологией и так далее. Я не смогу назвать какие-то исследования, но я общаюсь очень тесно с нутриционистами. Потому что нутриционисты – это люди, которые занимаются вот этой наукой питания, именно с точки зрения здоровья. И они, конечно же, все говорят о большой взаимосвязи, о том, как важно то, что мы едим, о том, насколько от этого зависит наше здоровье. Нельзя сказать, например, что в биопродуктах больше, скажем, овощей и фрукты. В них не больше витаминов, чем в обычных. Но в них просто нет химии и токсинов, которые мы получаем с обычными фруктами, овощами. Я хочу вернуться к вашим словам о том, что сейчас в наше время био стало чем-то из ряда вон выходящим. Я не совсем соглашусь, потому что, например, вы достаточно давно живете в Европе. И не только в Европе, у вас у обеих есть опыт жизни в Америке. В Англии. Увы, в Англии, вы в Америке. Все-таки будем говорить про Европу. И сейчас даже в самом простеньком супермаркете обязательно найдется витрина с товарами био. То есть, по сути, эта продукция пошла в народ сегодня. Вот с чем связан, на ваш взгляд, такой интерес широкого потребителя? Я, наверное, согласна со всем, что сказала Ольга. Что, наверное, важно сказать, это в общем и целом есть определенные тенденции, течения. В частности, мода на био. Мне кажется, что это в первую очередь связано с этим. Я помню, когда я первый раз точно так же выросла в России, ну не в Одессе, в России. И, конечно же, у меня была, слава богу, бабушка в деревне. И я видела, в принципе, как растет все. И непосредственно участвовала в этом процессе создания экологически чистых продуктов, по сути дела. И когда я первый раз приехала за границу, там долгое время жила, и удивлялась, почему люди считают био, в принципе, те продукты, которые, ну, например, мы потребляли достаточно все везде. То есть, когда мы росли еще. Это было для меня непонятно. И, конечно же, вот создание ажиотажа вокруг био, то есть вообще вот это приставки био или эко, мне кажется, в первую очередь связано с экономическими интересами людей. Потому что, конечно, у кого-то, кто-то провел исследование, понял, что, может быть, там меньше пестицидов, меньше каких-то дополнительных химических добавок. То есть это не генетически модифицированная еда, не создана искусственно. Но я достаточно долго сама тоже жила и покупала биопродукты уже в немецких супермаркетах. Пока просто не поняла, что, в принципе, то есть не почитала другие исследования, например, которые говорили, что... Ну, сейчас, например, если даже взять пчел, которые, как бы, они не сертифицированно перемещаются по земле, да, они могут прилететь на один цветок, собрать пыльцу, перететь на другой. И, соответственно, точно так же перенести какие-то химикаты на продукты, то есть на растения, из которых потом получается еда наша. Соответственно, смысл вот этого всего био, потому что, опять же, никто же их не контролирует, как они летают, да. И вот этот факт меня очень сильно поразил, потому что я тоже, как бы, верил, что есть какие-то действительно ограниченные зоны, все это все обусловленное, все это настолько сертифицированное. Ну, вот этот факт вот единый, что, в принципе, мы уже не можем даже контролировать такие простые вещи, как, например, пчел. По сути дела, он для меня, смысл вот всего вот этого биологичного, экологичного просто, просто смысл исчез. И, скорее всего, то есть я поняла, что, конечно, био, все, что, как бы, приставка био, кажется, что людям, кажется, дает им такое ощущение комфорта. Как будто вот если я это куплю, заплачу там на евро или на два больше, то я проживу дольше. Или это будет более, это здоровее, то есть такое, получается, placebo эффект, да, то есть вот эти... Плацебо. Да, плацебо, да. Это моя точка зрения, потому что, хотя я согласна, что некоторые продукты био, они просто действительно, они, у них другой вкус, и другой, и они по цвету другие, и по вкусу другие, по запаху. Ну вот насчет другого вкуса, вы знаете, в интернете есть очень много экспериментов, когда независимых покупателей просили, там, ну, с закрытыми глазами отличить на вкус био-яблоки, там, био-сыр, от нее-био. Люди не заметили разницы? Разные. Во-первых, биопродукты биопродуктам рознь, да, то есть то, что сейчас в каждом супермаркете появляется некий бренд био, да, личный, там, в Эдеке, в Реве и так далее, это не те продукты, которые можно найти в биомагазинах, как биокампании, там, Альнатура и остальные, да, то есть по качеству они в любом случае хуже, да, то есть для меня прежде всего, потому что я занимаюсь едой и с точки зрения кулинарии, все-таки, а не здорового питания, для меня прежде всего важен вкус. И в большинстве случаев биопродукты или продукты фермерские, будем их называть, да, то есть я считаю, что необязательно продукты должны быть био, и я не покупаю все био, потому что в материальном плане это, ну, довольно дорого, да, то есть купить курицу в биомагазине, которая стоит 30 евро, я тоже себе позволить не могу. Иногда на 100% накручивают производителя стоимость биотоваров в сравнении с обычными. Да, ну, это тоже все объяснимо, потому что есть разница в том, как бы, я не совсем согласна здесь, потому что пчелы – это пчелы, но есть еще много других факторов, да, то есть если мы говорим о мясе, например, я не знаю, какое там отношение имеют пчелы, но это гормоны, это антибиотики, это корм, да, и это все имеет абсолютно прямую связь с нашим здоровьем. Как я уже сказала, я не все покупаю био, но, по крайней мере, курицы стараюсь покупать на рынке, то есть я не покупаю фабричные курицы никогда, это для меня табу, и в этом плане я даже стараюсь не есть кур в магазинах, потому что я считаю, что это не продукт. То есть лучше вообще не есть курицу, чем есть вот эти курицы, которые лежат в магазинах по 2 евро килограмм. Курица не может столько стоить. Вот говоря о накрутке фермерской, да, я тоже не совсем согласна, потому что я понимаю, что такое вырастить хорошую курицу, да, это занимает много недель, нужен определенный корм, нужны определенные условия. То есть это большая работа, да, это большой труд, так как фермер, опять же, не дает антибиотики и гормоны, он дольше ждет, у него может случиться какая-то болезнь, когда у него все останавливается. У меня есть знакомый фермер на рынке, который продает био-яйца. Да, конечно, каждое яйцо стоит 60 центов, я не знаю, какая у него там накрутка, но яйца действительно очень вкусные, как вот в детстве, да, то есть так должно, как сказал один немец, когда попробовал его яйцо, он сказал, вот такой вкус у яиц, да, то есть так они должны быть. Вот у него был период, когда случился какой-то падеж, болезнь, и он больше месяца не появлялся на рынке, потому что, как бы, он сертифицирован био-диметр, есть такое направление, да, тоже био, всей этой истории. Поэтому сложно сказать о наценке, но я прекрасно понимаю, почему этот продукт столько стоит, и я готова за него платить, поэтому больше. Ну, здесь же речь идет не только о вкусовых качествах, потому что биопродукция, она предполагает, например, если это речь идет о скоте, о птице, то она еще предполагает особые условия содержания, чтобы были определенного размера вольверы, чтобы, если это коровы, они были не в стойле, а имели возможность выходить на свежий воздух, на солнышко. Для вас это играет роль, когда вы выбираете что-то для своего стола, для своего ужина? Да, конечно, играет роль, тем более, что уже более двух лет я вообще являюсь веганкой, то есть не потребляю никаких продуктов животного происхождения, но до меда, от меда пока еще не удалось, то есть, так сказать, еще многие люди, которые занимаются, то есть, каким-то альтернативным видом питания, они до сих пор не могут понять, мед это веганская или не веганская все-таки продукция, но хотя она, конечно, происходит от пчел. И сейчас вообще, то есть, наблюдается волна роста сознательности у людей, то есть, когда люди больше обращают внимание на стиль жизни, на то, как они, как что они кушают, да, как раз, что, как бы, какие у них взаимоотношения, где они работают, и, то есть, происходит такой переворот в сознании у многих, и непосредственно, непосредственно, вот, этот вопрос, например, с био, то есть, для многих вообще отпадает. Вот, например, что такое биокурица, но потом вопрос, а зачем вообще есть курицу, да, потому что это мясо, это по, соответственно, это несет за собой тоже определенный энергетический запас, и с этой точки зрения, на самом деле, ухудшает и здоровье, и качество жизни людей. Да, но это немножко уже другая тема, кстати, в этой студии мы уже обсуждали, веганы против мясоедов у нас были. Что касается общей философии жизни, это очень интересная тема, но я предлагаю поговорить о ней после сюжета. Сейчас давайте посмотрим материал, буквально на днях я познакомилась с девушкой, которая не представляет своей жизни без биопродуктов. Мы скоро вернемся. Сибирячка Соня без южных овощей и фруктов обойтись не может. Вот уже год, как в ее рационе, продукты из биолавки. Они пахнут по-другому и вкуснее, мне кажется, здоровее. Ну а если к овощной нарезке добавить еще бокальчик другой биовина, то будет вам настоящая дольчевита, без пестицидов, консервантов и без последствий. Кстати, от биовина не болит голова. На биопотребление девушку вдохновили друзья. После того, как в их меню появились органические продукты, здоровье заметно улучшилось. Это бесспорный аргумент за. Против же говорит цена, которая разнится с обычными супермаркетами как минимум в два раза. Да, на 17 евро. Каждую неделю, в принципе, можно себе позволить на овощи и фрукты. Когда в начале 90-х он открыл в Берлине свой первый биомагазин, то знал всех покупателей по именам. Сегодня такая задача вряд ли выполнима. Все-таки 25 тысяч клиентов в девяти филиалах. Это ли не показатель? Только вот чего? Качество или же просто моды на био? Биопродукты гораздо лучше на вкус, а также на цвет и запах. Независимо от того, идет ли речь о молоке, мясе или фруктах. Но вы, конечно, правы. Био стало некой модой, поэтому и обыкновенные супермаркеты стали предлагать такие товары. Впрочем, органика органики рознь, продолжает наш собеседник. Например, та, что продается в народных супермаркетах и по стандартам сертификации ниже, и от региональных производителей дальше. А зачем везти базилик из Испании и перцы из Греции, если их можно вырастить на родных просторах? Мы пытаемся по максимуму вовлечь в процесс местных фермеров. Мы знаем их лично, бываем у них на подворьях, видим, как они производят продукты и можем контролировать качество. Соблюдать баланс в природе – тоже часть биоконцепта. Именно поэтому, например, органические продукты зачастую сезонные. И речь не только о еде. Например, поставки лавандового масла в данный момент прерваны. Просто потому, что для лаванды, которая, кстати, собирается вручную, сейчас на сезон. Еще один важный критерий биокосметики – ее состав. Так что в этом отделе взыскательные покупатели ориентируются не по названиям фирм, а по списку ингредиентов. Ну а что же с одеждой и обувью? Стоят ли эти крохотные башмачки того, чтобы отдать за них почти 40 евро? В данном случае био означает, что при производстве продукта использовались натуральные краски, которые не вызывают аллергии. К тому же обувь пошита вручную. Отсюда и ее цена. Но, как я вижу, эти башмачки сделаны из натуральной кожи. Это значит, что их производство стоило жизни какому-то животному. Как это сочетается с концептом био? Био вовсе не означает, что продукт должен быть веганским. Но это означает, что животное прожило счастливую жизнь. Но если уж мы об этом заговорили, сейчас в моду входит ананасовая кожа. И из нее делают классные вещи. Правда, в Германии их пока нет. Зато Германия может похвастать магазинами без упаковки. В эпоху пластика, который разлагается от 400 до 1000 лет, идея отличная. А главное, легко реализуемая на практике. Вы просто приходите в лавку со своей тарой, взвешиваете ее перед тем, как наполнить продуктами, а на кассе оплачиваете по формуле вес товара минус упаковка. Я думаю, через 5 лет такие лавки уже не будут считаться чем-то особенным. В каждом биомагазине будет отдел без упаковки. Ежегодно в Германии выбрасывают 16,5 миллионов тонн мусора. Большая его часть – это как раз всевозможные упаковки. А если бы вы знали, какая доля отходов приходится на продукты питания, по разным подсчетам прямиком в мусорный контейнер отправляется до половины продукции немецких супермаркетов. Чтобы этого избежать, несколько лет назад в Берлине придумали фуд-сейвинг – движение по спасению еды. Елена Мордвилович – его активистка. Она убеждена – выбрасывать годные продукты никуда не годится. У меня с собой, как правило, такая тележка. В ней еще дополнительно сумки, коробки с крышками, такие вот вещи. По правилам проекта на машине за товаром приезжать нельзя. Поэтому приходится брать с собой рюкзаки и тележки. Сегодняшний трофей – три ящика продуктов. Как правило, я забираю то, что на вид выглядит без плесени, а потом дома прихожу и смотрю, что там реально. С продовольственным грузом из биомагазина добытчица отправляется домой, где ее уже ждут муж и дети. Продукты спасены, семья довольна, деньги сэкономлены. Одни сплошные плюсы. На долю биопроизводства в Германии приходится 7% сельскохозяйственных угодий. Это гораздо больше, чем в соседних странах, но все равно недостаточно. Вот и стараются местные садовники урвать у матушки природы любой клочок земли. Например, за неприметным фасадом берлинского кафе «Ботаника» скрывается настоящее садовое царство. Тут растут экологически чистые овощи и редкие травы. Каждый день они отправляются прямиком в тарелки посетителей. Это очень похоже на укроп, но это совсем не укроп. У него вкус как у аниса. Это ведь анис? Вкус как у водки раки. Вы ее пробовали? Конечно, но это фенхель. Из него получается прекрасный чай. Сад Мартина Хефта живет по принципу пермакультуры, то есть минимум вмешательства извне и максимум респекта к дикой природе. В саду у Мартина есть даже своя пасека. То есть клиенты кафе могут буквально посмотреть в глаза тем, кто обеспечивает их вкуснейшими медовыми десертами, а по пути лично срезать свежие листочки для своего салата. Из двух сот видов растений выбрать непросто, но хозяин заведения и итальянские повара подскажут лучшую комбинацию. Несколько ловких движений и блюдо готово. Терфаворе, сеньори. Когда люди приходят в мой сад, говорят, ну подумаешь, растут какие-то незнакомые сорняки. Но если вы начнете пробовать, то одно растение сладкое, другое острое, третье горькое, четвертое кислое. Природа воспринимается по-другому. В отличие от сада, само кафе биосертификата не имеет. Основные продукты шеф-повар выбирает на вкус. Все-таки итальянцы толк в еде знают. А что же русские? Ну и напоследок небольшой эксперимент. Перед нами два продуктовых набора, фактически идентичных по своему содержанию. Только один я купила в биолавке, а второй совершенно в обычном народном супермаркете. И буквально через несколько минут я предложу своим коллегам попробовать отличить на вкус. Био от небио. На продукты из супермаркета я потратила 12 евро. Тот же самый набор из биолавки обошелся ровно в два раза дороже. Чтобы ничего не перепутать, тарелки с биопродукцией мы пометили красным. Девушки, добро пожаловать в нашему скромному столику. Марфа и Саша остановили свой выбор на диетическом меню. Овощи, йогурт и фрукты. Это биобананы. Это нет. Мне кажется, это биобананы по внешнему виду. Почему тебе это кажется? А потому что они темнее и меньше. Послушаем, что они скажут про помидоры. Справа на экране те, что выращены без химии. По 6 евро за килограмм. Слева из самой обычной теплицы. По цене евро 20 за килограмм. Это биопомидоры. Эти слишком водянистые и практически безвкусные. Что ж, у моих коллег настоящее биочутье. Все именно так, как они сказали. Теперь дадим слово мужчинам. С овощами и фруктами проблем не возникло. Так же, как с хлебом и молоком. Био от небио народные эксперты отличили сразу. А вот мнения по поводу сыра разошлись. У твердого насыщенный такой вкус. Более выраженный, что ли. А здесь он такой постный немножко, что ли. В случае же с мясными нарезками большинству дегустаторов, по душе пришлись те, что из самого дешевого магазина. 90 центов за упаковку. Я тоже считаю, что био это искусственно дорогая вещь. Сосиски я больше люблю. Вот самые дешевые, которые есть. Я пробовал дорогие сосиски. Вот чем дешевле сосиски, тем они вкуснее. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но тратить лишние деньги хочется немногим. Это подтверждает прошлогодний опрос Эхо Москвы. Только 26% россиян готовы переплачивать за биокачество. Большинство же наших соотечественников ориентируются не на сертификаты, а на вкус. Прямо как итальянцы. Мы вернулись в нашу студию и продолжаем разговор о биопродуктах. Скажите, пожалуйста, Ольга, Лара, сколько вы уже потребляете такие продукты? Как часто? У меня был период, когда я потребляла только биопродукты. Началось это примерно 3 года назад. А сейчас я со временем перешла на такой смешанный тип продуктов. Потому что тоже не всегда есть время покупать только биопродукты. И опять же, это достаточно дорого, как мы сейчас выяснили тоже. И тем более, что даже сходив пару раз в турецкие магазины здесь или в русские магазины в Берлине, я поняла, когда я покупала продукты, что даже вкус этих продуктов гораздо отличается от тех, что продаются в биомагазинах. Например, покупаю огурец, у него вкус как у огурца. То есть, действительно, это тот вкус, с которым я выросла в детстве, например. Или помидоры. То есть, всё равно есть совсем другой вкус. И они действительно более сочные. И запах соответственный тоже. Чего не могу всегда сказать о биопродуктах. А с чем связаны эти то, что у турецких или у русских продуктов совершенно другой вкус? Ну, я далека от мысли, что, например, в Турции или в России не используют пестициды, консерванты и прочее. Ну, они же не заводятся обычно из Турции и России, насколько я знаю. Опять же, я не знаю, какие у них пути доставки. Ну, из России точно нет, но я думаю, из Турции импорт есть. Есть какой-то из Турции. Я знаю, что турецкие... То, что я спрашивала у продавцов, они говорят, что у них даже импорт есть из Испании. То есть оттуда, от местных производителей. Я знаю, есть какие-то даже феайны, такие организации в Берлине, которые замузят специально биопродукты от местных фермеров. То есть у них я тоже покупала продукты. Они действительно тоже были другой вкус у них. Ну, что касается завозных продуктов, вот у меня тут есть статистика по биоскандалам. Нужно сказать, что в самой Германии все-таки достаточно хорошо развитая система сертификации. Люди придерживаются правил. Поэтому непосредственно в Германии не так много вот этих скандалов. И в основном они как раз связаны с завозными продуктами. Вот продукцией, с завозными продуктами. Например, вот в мае 2017 года стало известно, что из Словакии в Германию было завезено почти 2000 тонн пшеницы от поставщика, которого накануне этой сделки лишили вот этого самого сертифика. Да и тем не менее он продал в том числе и в Германию свой продукт. Или же, например, в 2011 году сюда попали продукты из Италии. Мука, соя, сухие фрукты, которые были проданы как био, хотя, как выяснилось, не имели к этому никакого отношения. И к тому, что, может быть, и завозным продуктом не обязательно нужно доверять. Наверное, доверять уже своему только нюху нужно на настоящее время, потому что настолько много разных сертификаций. Опять же, я здесь не профессионал, я не разбираюсь в этих, я обыкновенный потребитель. Точно так же хожу в супермаркет и руководствуюсь зачастую уже просто даже тем, ну, что вкуснее, да, то есть вкуснее вот эта помидора или вот эта помидора, да, и что действительно пахнет лучше для меня. И, ну, слава богу, что у меня есть с чем сравнить, потому что я знаю, что большинство людей, которые выросли здесь, например, в Германии или в Америке, они даже не знают, как выглядит там куст, на котором растет помидор. Но это, знаете, так же, как и есть свой зубной врач, свой парикмахер и так же свой прогресс золощей, свой лесник. Вернемся к моему вопросу. Как часто вы употребляете биопродукты? Ну, я, наверное, всегда относилась к такому смешанному подходу. Скажем, в России вообще нет официальной биосертификации, и любой человек может написать на своем продукте биофермерский, это ровно ничего не значит. Ему за это ничего не будет? Ему за это ничего не будет, да. Поэтому в России это особенно вопрос доверия, да, и личного общения с фермерами. Когда мы начинали вести свои мастер-классы, мы стали знакомиться с фермерами. Здесь, в Москве, в Москве, и использовать их продукцию. Потом, когда я приехала сюда, конечно, это увлечение возросло. То есть я начинала просто как кулинар, меня не сильно интересовала как бы сторона здоровья. Но когда начались какие-то проблемы со здоровьем, пошел там вес вверх резко, да, то я стала задумываться, потому что мне хотелось, с одной стороны, продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, с другой стороны, мне не хотелось положить на это свое здоровье. Поэтому я стала очень много на эту тему литературы читать, как я говорила, общаться с нутриционистами, и тогда уже задаваться себе вопросом, да, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому в Германии, например, я большой адепт рынков, да, больше даже, чем биомагазинов. То есть я периодически провожу такие экскурсии для русскоязычных жителей Берлина, и я вожу их на рынки и показываю им как бы как и что. К вопросу турецких магазинов или русских магазинов, ну, очень сложный вопрос, очень многие хвалят вот эти турецкие рынки, потому что там все очень дорого, дешево, да. То есть ты приходишь… Вы знаете, мне просто кажется, здесь дело в том, как турецкие продавцы завлекают. Да, да, ну я, например, вот у меня тут мнение категоричное, я абсолютно не считаю эти продукты хорошими, да. И мой папа, например, когда приезжает в Берлин, он постоянно ходит на эти рынки. Его, конечно, ужасают цены в Берлине на продукты, да, потому что, если сравнить с другими странами, мои родители часто бывают в Испании, продукты в Берлине очень дорогие, да, и хорошие продукты, они еще дороже. Я сейчас была в Черногории, у них там везде биоэко, да, то есть у них нет там понятия никакой сертификации, но овощи и фрукты просто прекрасные, помидоры такие вкусные, что я неделю ела практически только их. Поэтому, но опять же к вопросу турецких рынков, да, когда ты приходишь туда и тебе за один евро отдают там шесть упаковок рукколы, у меня сразу возникает вопрос, почему, да, как эта руккола может стоить так мало, да. Помидоры он оттуда приносил много раз, для меня безвкусные пластмассовые, да. Опять же, я не согласна, что у немцев нет вкусных помидоров, просто, ну, скажем так, это не помидорная страна, да, то есть в каждой стране есть какая-то своя специфика, но я хожу на рынок напротив КДВ каждый четверг, Виттенберг Плацмаркт, и там, вот, мне кажется, уже в четверг я проверю, уже должны появиться, там приезжают такие бабушка с дедушкой из Пальца, по-моему, и они продают помидоры, они великолепные, да, то есть это одни из самых вкусных помидоров, которые я ела. Другой вопрос, что они стоят шесть евро килограмм, да. Кстати, Германия хороша тем, что практически из любого региона вам доставят продукты фермеры в таких вот пенопластовых контейнерах со льдом, то есть можно заказать, там, не знаю, баранину с севера Германии, селедку откуда-нибудь, где ее прямо там вылавливают и тут же солят и замораживают на судне. Кстати, по поводу пенопластовых контейнеров, вот есть, мне кажется, в этом некие двойные стандарты, то, что биопродукты в основном всегда упакованы в пластик. Да. Что с этим можно сделать? И можно ли вообще такие продукты называть био? Конечно, очень хороший вопрос, тем более, что уже больше года, уже полтора года я стараюсь жить без мусора и уже даже недавно начала проводить семинары на эту тему, потому что этот вопрос меня очень тревожил, то есть как раз в свое время вопрос био-экологичной продукции. И потом, конечно же, окей, хорошо, мы потребляем продукцию, кажущуюся лучше для нашего здоровья, но в то же время она упакована в пластик, например, или в пластиковые контейнеры, или покрытой пластиковой пленкой, соответственно, мы это все выкидываем. Все, я думаю, сейчас уже знают, что пластик практически не перерабатывается, то есть он либо сжигается, ну, либо сжигается, потому что других способов переработки практически нет. То есть есть в Германии разные, то есть, например, если посмотреть на бутылочку, то есть там, например, есть разные обозначения, там, по-моему, от единицы до семерки написано «тип пластика». То есть, и, соответственно, есть более экологичный тип пластика, есть менее экологичный тип пластика, считается. Не обращала внимания, это прямо на упаковке на любой пластик? Есть на… не на любой, на определенных видах есть вот эти обозначения, но, опять же, мне кажется, что это очень все условно, потому что, в принципе, опять же, это все оказывается либо на полигонах, где мусор просто перегнивает, либо где он сжигается, а это, опять же, выбросы в атмосферу. Но это, если мы говорим вот так вот о глобальном, то есть, или мы все видели картинки там китов, которых выбрасывают на берег, и потом у них в животах оказывается там тонны пластика, и океан покрытый тоже вот этим всем пластиком. И это, конечно, одна из таких больших проблем для меня, вот особенно в связи, в связи, если мы обсуждаем биопродукт, который упакованный пластик. Недавно вышла, то есть приезжала в Германию одна из основательниц вот этого движения «Как раз жизни без мусора», которым мы тоже сейчас стараемся исследовать. Это Америка, это семья француженка, которая живет в Калифорнии, в Америке. И она написала книгу, то есть ее семья, они просто начали жить, не производя мусор. Интересный эксперимент. Вот это, да, это очень интересный эксперимент. Они жили так на протяжении 4-7 лет, то есть это семья из 4-х человек. И она изобрела там 5 правил, то есть как это, как можно жить без мусора. То есть это либо перерабатывать какие-то вещи, то есть, например, если идешь, либо там не использовать, конечно, пластик, замещать его. Вот, например, у меня тут стоит бутылочка все время. Ну, вот, например, там пластиковую бутылку я уже практически сейчас не использую, стараюсь всегда иметь вот такие, например, металлические бутылочки, когда там иду куда-то или несознательно не покупать там пластиковые стаканчики, то есть вот это все избегать. Но это вот, скажем, такой потом там, то есть есть определенные, определенные там несколько правил, которые можно использовать, чтобы жить вот таким более экологичным стилем, наверное. Но на самом деле вот это самое интересное, что ничего нового в этом, опять же, нет. Вот точно так же, как была речь сейчас о биопродуктах, что биопродукты – это то, чем мы питались всегда, и, например, особенно для нас, кто родился и вырос в русскоязычной среде, мы все это, как бы, все это у нас было. Точно так же и с вот такой жизнью без мусора, по сути дела, это то, что было во времена еще даже Советского Союза, то есть не было ни пластика, пластиковые пакеты, насколько я понимаю, появились, наверное, уже более в 90-е годы, то есть это были… А во время они даже заменили обычные ткани, великолепные суммы. Да, помните, была мода пройтись? Была-была можно, с шиком, с разноцветными, главное, чтобы чем ярче, тем лучше. И, по сути дела, то есть это был картон, да, то есть это перерабатывалось бумагой, я помню, такие еще течки сдавали в школу. Макулатура. Макулатура, да, даже еще вот в моей памяти осталось совсем немножко. Как минимум есть определенные течения, очень большая волна идет сейчас как раз и по Германии, то есть вот такие люди, которые пробуют жить без мусора, то есть без пластика. Простите, когда вы говорите мусор, что вы имеете в виду? Да, вот это как раз важный вопрос. Имеется в виду все, что нельзя переработать. То есть вот, по сути дела, пластик, конечно, в первую очередь, биомусор, биоотходы, это не считается мусором, поскольку… Это компост. Ну, это идет компост, да, например, там бумагу, конечно, тоже можно переработать, или стекло тоже перерабатывается, хотя я знаю, что там тоже сложности с переработкой есть. Но имеется в виду в первую очередь, конечно, пластик, то есть и пластик, ну и вообще даже, наверное, то есть если это брать шире, то это вообще, то есть как мы живем, то есть, например, пользуемся ли мы автомобилем, чтобы, например, доехать до супермаркета, который находится 500 метров от своего дома, или мы можем на велосипеде доехать, то есть здесь, наверное, вот этот круг расширения, его можно брать настолько широко, как это только возможно. Вы сейчас говорите о вреде окружающей среде, а мы сейчас забываем о вреде нам, людям, да. Опять же, я не смогу это все красиво объяснить, но это влияет и на нашу гормональную систему, то есть это вредно, да, этот пластик, это не то, что там окружающая среда, это один вопрос, а то, что мы с ним контактируем, особенно еда, которая нагревается в пластике, да. Другой вопрос, да, у меня как этого избежать, потому что то, что мы делаем, мне кажется, то, что мы как люди можем сделать там на уровне своей кухни, это настолько мизерно, да, ну окей, я могу заменить пластиковые контейнеры на стеклянные, да, хотя это тоже очень тяжело и непрактично, да, в наше время с маленькими детьми это довольно сложно. Но мне кажется, что как бы инициатива основная, она должна быть где-то там наверху, потому что, опять же, да, те же биопродукты, я тоже задумывалась. Да, все хорошо, но ты покупаешь рис в пластике, да, ты покупаешь, там, я не знаю, курицу, которая лежит тоже в пластиковой упаковке. Ну а что делать, да, как бы как? Вот это очень интересный как раз аспект, да, потому что как раз я тоже задумывалась, потому что я много смотрю, читаю на эту тему, и смотрю и блогера, которые пишут, и политики, которые на эту тему выпускают очередные законы. И, конечно, конечно, всегда можно говорить, хорошо, это там наверху, они должны что-то изменить. Но дело в том, что если мы хотим изменить мир вокруг нас, то начинать-то нужно с себя, то есть даже если изменить свое какое-то отношение к вещам или какое-то даже свое поведение, то уже действительно очень многое изменится даже в моей жизни, я говорю на своем примере сейчас, потому что когда я начала жить, то есть именно вот таким более сознательно смотреть, как и что я потребляю, и даже начинаю потреблять меньше пластика в своей жизни, то я даже увидела, что многие из вещей, которые у меня дома, они мне просто, они действительно вредят моему здоровью. Например, химические химикаты, то есть средства для мытья посуды, там все эти изобретенные средства, там для мойки окон и так далее. Но в принципе сейчас практически я заменила все одним, одной вещью, это сода. Опять же бабушкина? Опять же бабушкина, и то есть далеко я ходить не стала, я просто вспомнила, что использовалось раньше. И то же самое, тоже даже вот эти эксперты, которые там сидят сейчас в Америке на эту тему, тоже блогеры пишут, и тоже вот этим, они тоже, они пришли именно к тому же самому выводу. Раз мы говорили уже про пользу для здоровья, вот мы до этого уже коснулись, что есть абсолютно разные мнения, что касается экологической продукции. Но вот портал MedAbout говорит нам о том, что врачи отмечают, что при введении в рацион питания органических продуктов уменьшается нагрузка на печью, восстанавливается слизистая кишечника, нормализуется течение биохимических процессов, свет лица и так далее, и так далее. Вот вы, как потребители продуктов, вы реально стали замечать какие-то улучшения самочувствия? Ну, однозначно, да. Поэтому, когда люди мне говорят, что био – это неправда, это развод, как бы, да, всегда можно сказать, сравните, да, посмотрите, как будет ваша кожа выглядеть, если вы перейдёте хотя бы на месяц на биопродукты. Ну, вы на своём опыте можете тоже рассказать об этих… Ну, вы знаете, у меня не было никогда, слава богу, никаких там серьёзных проблем со здоровьем, поэтому мне сложно сказать, да, что я начала есть. Как бы у этого аспекта, вообще аспект здоровья, он множественный, да, то есть это, во-первых, что ты ешь, во-вторых, действительно, как ты живёшь там. Вы так ухмыльнулись, когда я спросила про взаимосвязь органических продуктов и здоровья, что вам наверняка есть что сказать из собственных наблюдений. Я не могу сейчас, опять же, говорить только про биопродукты, потому что, например, когда я начала вообще заниматься более… пришла к более осознанному образу жизни, я не говорю, осознанной, то есть экологичной в плане экологии, как человека… Глобально. Да, действительно, то есть моей жизни и себя, то я не только ела какие-то продукты, может быть, я перестала есть продукты, например, живого, животного происхождения. Ну, почему это произошло? Потому что я начала заниматься йогой активно, и потом через какое-то время у меня просто отпала необходимость есть какие-то определённые продукты. Я просто больше их не хотела. Я там взяла, помню, я открыла баночку с тунцом и просто поняла, что ну не хочу я это есть, меня воротят, я её вложила. Всё очень взаимосвязано. Потом я начала заниматься больше спортом, там не хотелось каких-то определённых вещей, тоже продуктов. То есть, поэтому… То есть, опять же, прямой связи, вот прямо, чтобы сказать, всё, я начала есть там биопродукты, у меня улучшилась кожа, там стали желтовистыми волосы, как что там рекламу ещё говорят? Такого нет. Наверное, это опять же есть какие-то интересы кого-то, кто создаёт определённую сказку, да, чтобы нам в неё хочется верить. Конечно, всем хочется быстрого результата. Вот в чём дело. Всем хочется. И потом для каждого своё. То, что хорошо, например, для меня, может быть, нам для Ольги будет уже… Не подойдёт для её типа. Ну, да, то есть вопрос же ещё не только в том, продукт био или не био, а в том, что ты ешь вообще, да. То есть мы, конечно, сейчас можем идти в ужасные дебри депрессионистике и вообще начать спорить, потому что я не вегетарианец, как бы, и не веган, тем более. Но здесь же ещё зависит от того, что ты ешь, да, потому что если ты, например, покупаешь био-муку, ну, мука – это мука, да, это вредный продукт. И как бы от того, что она био, она не стала полезна, если ты ешь сахар постоянно, да. То есть, опять же, когда мы говорим о биопродуктах, у меня тоже есть знакомые, которые там покупают биосладости и считают, что они правильно питаются. Но это же глупость, да, потому что сладкое в любом случае вредный продукт, да. Поэтому состояние кожи у меня, например, несложно сказать, потому что у меня всегда была хорошая кожа, да. Но я думаю, что люди, у которых проблемы были, я много таких историй слышала, но это не только тот факт, что ты выбираешь биопродукты, фермерские продукты, а что ты в целом пересматриваешь свою систему питания. Спасибо вам за интересную беседу. Было очень приятно познакомиться, пообщаться. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Страна и люди». Смотрите нас на YouTube и в Facebook. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова